Всем привет! Сегодня мы с вами нарисуем открытку для своей второй половинки. Давайте очень постараемся и вложим туда всю свою любовь. Я предварительно сделала вот такой эскиз, на котором я придумала композицию, как наши персонажи будут стоять и подобрала цветовую гамму. Затем я сначала буду рисовать на черновике, потому что открытка вещь ответственная и нам какие-то лишние линии совершенно не нужны. Открытка, скорее всего, у нас с вами будет не прямоугольная, а квадратная. Ну и давайте, наверное, сразу сделаем ее меньшего размера, чтобы нам очень долго ее не закрашивать. По линейке пока что чертить не надо, потому что мы это сделаем попозже. Сейчас просто с композицией определяемся и, возможно, что-то мы еще будем двигать. Итак, я придумала сделать вот такое сердечко. Одно закрашенное, второе просто обведенное. И одно сердечко у нас влезает не полностью, а вот так. Ну и второе сердце, оно чуть побольше. И вот я сейчас понимаю, что я в этой композиции немножечко не помещаюсь, и мне нужно будет добавить. Провожу центр. Можно правее сердце вот таким образом. Проверяем одну часть и вторую часть. Они должны примерно сойтись. И то же самое, кстати, здесь. Вот я его немножечко подвину. Серединка находится на одной и той же прямой. Справа мы добавляем побольше места, потому что здесь мы будем размещать надпись. Ну и сверху, потому что сверху у нас тоже будет надпись, для нее должно быть место. Открытка получается побольше, но ничего страшного. Дальше будем компоновать две фигурки. Вот здесь они у нас встанут. И мы, в принципе, договариваемся, в какой пропорции они будут находиться. Вот здесь. Ну или давайте мальчика сделаем побольше. У нас два персонажа, будет мальчик и девочка. Вот здесь будет стоять мальчик. И вот здесь будет стоять девочка. На одной ноге она стоит. Ну и давайте немножечко еще отрежем с этой стороны, потому что здесь, получается, не будет происходить ничего. У нас рисунок пока выглядит грязным, но ничего страшного, мы попозже его подутрем. Начинаем планировать фигурки. У нас фигурки будут очень и очень простые. Мы намечаем корпус мальчика. И добавляем к нему вот такие прям две ноги. Вот очень-очень просто. Я возьму маркер пожестче, чтобы вам хорошо все было видно. Ну и вот тут ножки у него как-то стоят. Поскольку картинка мультяшная, нам совсем не обязательно все очень-очень четко вырисовывать. Тут у него пойдут ручки, мы их заправим в кармашки. И вот такую вот большую мультяшную голову делаем. Девочку можно нарисовать немножечко поменьше. И в принципе эту открытку можно немножечко персонализировать. То есть подогнать под ваши пропорции, собственно. Если вы там сильно ниже или сильно выше, так и делаем. Я начинаю с головы. Ну потому что это сразу показывает соотношение. Голова, кстати, сразу покажу, будет идти под вот таким углом. И корпус. Корпус у нас немножечко изгибается. В принципе то же самое, что у мальчика. И в итоге она встанет на одной ноге. Одна нога. И вот здесь будет вторая нога. Подробнее, как ее нарисовать, сейчас расскажу. Делим эту пополам. Сюда откладываем столько же. И можно даже промерить. Вторую часть ноги откладываем такой же длины. Я делаю на глаз. Вам, если нужно будет проверить, проверяйте. И я ее ставлю на носочек. Все очень легко нарисовано. Никакой детализации нет. И, кстати, да, вот здесь проходит ось. Это нам нужно будет для того, чтобы он так более-менее прикинуть, где будет рука. Для руки я рисую такой вот кружочек. И сразу из него вытаскиваю руку. Руки, кисти, пальцы можно не рисовать, потому что, опять же, потому что мультяшный стиль. Одеваем платьице. Я сделаю прям совсем такое простое. И давайте нарисуем их лица. Здесь у нас будет, допустим, шея. Лица, слава богу, очень и очень простые. Я рисую такие добрые брови, глаза. Вот прямо чем проще, тем лучше. И вот такую вот улыбку, например. Прикольно, если вы немножечко персонализируете у вашего персонажа, то есть добавите к нему каких-то реальных черт. Ну, я сделаю вот то, что обычно бывает у парней. Это вот такая вот стрижка немножечко наверх. Можете сделать как-то ее вниз. То есть придать такого небольшого портретного сходства. И все. Рисуем простыми геометрическими формами. Поэтому все получается. Все просто. Горловинка. Ну, давайте сделаем что-то такое среднее и общее. Какую-то футболочку. Пускай она будет такая относительно длинная. Ручки в кармашке. И какие-нибудь брючки, джинсики. Тоже, в принципе, можно вот так прям слипно. И поставили одну ногу, поставили другую ногу. Все. Молодой человек готов. Девчачье лицо будет чуть-чуть посложнее. Мы сделали ось не прямо, а немножечко под углом. И добавляем брови. Добавляем глаза. Ну, можно иметь такие жалостливые. Взгляд наверх. Что-то наподобие носа. Кстати, тут таким кружочком. Тоже улыбочку. Ну, и можно сделать там вот таким вот образом губки. Можно сделать, можно не делать. Заканчиваем оба в лицах. И добавляем ухо. Ухо все равно находится на расстоянии от брови до... Ну, давайте делаем здесь до рта. Вот такое ушко. И опять же сделаем более такую приближенную к среднестатистической прическу. Вы можете немножечко ее, опять же, персонализировать. Если у вас челка, сделай челку. Здесь вносите косички, сделай косички. И так далее. То есть немножечко под себя. Я сделаю у нее хвост. Так, здесь будет вторая рука, а также в кармане. И теперь проводим все пожестче, для того, чтобы нам это было легко обвести. То есть перевести уже на твердую бумагу. Смотрим, чтобы не было ни каких-то недопониманий, в плане, что никакая фигура не должна входить одна в другую. Допустим, вот если бы здесь сердце шло бы чисто по голове, тогда голову нужно специально вытаскивать, туда, чтобы формы немножечко отличались друг от друга. То же самое голова молодого человека. Рисуем наверху. Ни в коем случае не проходимся вот так, впритык. У художников это не очень считается хорошей вещью. То же самое с ногой. Вот я сердцевинку вот эту вот двигаю чуть-чуть левее, чтобы она не вошла прям в ногу. То есть можно эти пропорции, которые мы сочинили, чуть-чуть нарушать для собственного удобства. Здесь я сделаю какой-нибудь пантик. Посмотрим, может, не будет лишний. У меня в композиции вот в этой вот маленькой он есть. Его просто не надо делать адски красным, а с какими-нибудь красными полосочками, тогда будет смотреться хорошо. Не будет тогда очень много красного. Можно даже так, например. И здесь можно написать love каким-нибудь красивым шрифтом. И в этом уголочке у нас обведено место как раз под запись. И она может быть любой. Например, напишем мое счастье, это ты. Дальше будем рисунок переводить на бумагу. Вы можете взять твердую бумагу и перевести через стекло. Я этого делать не буду, потому что когда я снимаю урок уже в темное время суток, и я сделаю это на маркерной бумаге. Но вообще без разницы, на какой бумаге это делать, просто на маркерной переводить проще. Но смотрите потом, насколько вам будет удобно эту открытку дарить, если она будет на тонкой маркерной бумажке. Поэтому лучше взять, конечно, что-то поплотнение. После того, как вы перевели свой рисунок или просто положили вверху маркерную бумажку, будем все закрашивать маркерами. Берем телесный цвет и давайте сначала закрасим наших персонажей. Я буду закрашивать их полностью. Потому что картинка цветная, насыщенная. Работаю толстой стороной, потому что ей на самом деле легче закрасить большое пространство. Тоненько рисую ушки. Ну давайте тоненькой также закрасим руку и вторую руку. Ну и то же самое проделываем с девочкой. Продолжение следует... Затем тем же маркером будем немножечко делать тени. Закрасим расстояние от глаза до брови. Вот так вот нос. И немножечко подчеркнем голову. Вот прям вот так по кругу. Ну и давайте шейку с двух сторон тоже немножечко отметим. Розовым маркером можно нарисовать такие вот швачки. Можно этого не делать, это как бы на любителя. И я немножечко побольше сделаю вот эту вот тень внизу. Ну как мы описываем шар. Ну и можно тыкнуть немножечко внизу глаза. Все, в принципе, светотень, скажем так, готова, поэтому больше не надо. Тоже самую манипуляцию мы проделываем и с девочкой. Просто как будто бы мы рисуем шарик. Потому что головы у них такие и есть. Шею можно еще немножечко два раза вот так ткнуть. И идем дальше. Выбирая цвет волос, но опять же отталкиваясь от того, кому вы эту открытку дарите. Стараемся быть поближе к реальности. Сначала как бы сделала светотень. Вот такую прям простенькую. А потом закрашиваю толстой стороной. Ну и, в принципе, светотень здесь не очень нужна. Поэтому мы даже не будем дорабатывать, усиливать. И этим же маркером сразу можно сделать бровки. Да, и давайте мушчине тоже брови сделаем. Так, ну раз у мальчика розовые щечки, значит у девочки должно быть то же самое. У нее голова чуть в ракурсе, поэтому одна щечка будет прямо на самом-самом краю. Остальные мелочи мы с вами сделаем уже потом. Сначала нужно сделать большую закраску. Сейчас будем красить сердце. И пока будем красить, очень важно не залезть на остальные детали. Ну, если залезть и ничего страшного, всегда можно отбелить. Да, и, кстати, забыли закрасить волосы девочки. Вот так. Ну и все, пошли красить сердечко. Сначала я немножечко обвожу контур, чтобы не забыть, вообще, куда мне надо идти. И лучший друг сегодня у нас будет скотч. Скотч бывает разным, поэтому, если вы будете пользоваться малярным скотчем, будьте аккуратнее. Он может прилипнуть так, что больше не отлипнет. В таких ситуациях я скотч немного пачкаю. Приклеили. И все, теперь можно смело закрашивать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Поэтому ее мы обязательно уточняем. Очень ровно может не получиться. И сразу скажу, что по этому поводу переживать не надо, потому что это ручная работа. Тут всегда так. Есть определенные риски. Добавил субтитры Алексею Дубровскому! Добавил субтитры Алексею Дубровскому! Теперь нужно разукрасить одежду молодых людей. И тут у нас тоже полная свобода. В общем, какие цвета хотим, такие и красим. Главное смотреть за тем, чтобы цвет сердца отличался от цвета одежды, чтобы ничто не перебивало, либо светлее нужно, чем это сердце рисовать, либо темнее. Я закрасила справа слева и сделала немножечко складочек, чтобы оживить рисунок. Платье девочки можно сделать, например, горошек, цветочек, как угодно. А футболка у молодого человека будет в полоску. Я рисую ее теплым серым. Туфли у девочки я решила сделать красного цвета. Просто вот такими треугольничками их рисуем. И дальше беремся за белую ручку. Будем выбелять глазные яблоки. И можно сразу и у одному персонажу, и у второго это сделать. И подводим глаза черненьким. Бубы я закрашу красным. И рисуем сам разрез рта. Дальше я добавлю немножечко теней. Буквально в несколько мест. И затем возьмусь за карандаш. Мы делаем это для того, чтобы эскиз выглядел законченным. Продолжение следует... ... При ободке, как всегда, более важные объекты выделяем темнее. Вот, например, рука важнее, чем полоски на футболке, поэтому полоски я делаю слабее, руку я выделяю четче. В каких-то местах обводка совершенно не нужна, например, вот вещи, граничущие с красным, я не обвожу, то есть внешний контур, просто потому, что красный достаточно хорошо отделяет одно от другого. Чуть-чуть немножечко теней добавляю. И теперь возьмемся за карандаш и почетче пройдемся по некоторым чертам лица. С помощью белой ручки можно поставить блики на скулах и на носу. Теперь давайте немножечко детализируем сердце. Хочется придать ему какого-то объема, так что мы ему нарисуем вот такую вот грань. Ну и еще одну провожу, но уже быстрее для того, чтобы сделать такую небольшую градацию. Белой ручкой давайте нарисуем такой четкий блик. Он может быть почти любой формы. А внизу сердце предлагаю сделать рефлекс с помощью белого карандаша. Тогда сердце будет как будто бы блестящее. И вот это место вокруг блика можно немножечко высветлить. При этом равномерно так, чтобы этот блик выглядел прилично. Около самого блика рисую чуть пожестче, чтобы он был такой более размазанный слегка. Давайте сделаем еще небольшой блик на волосах. И мне хочется слегка еще затемнить по бокам на брюках. Сейчас картинка кажется слишком светлой, поэтому я решила взять коричневый и добавить коричневых полосочек на футболку. На платье девочки сделаем немножечко светотени, потому что в белом виде выглядит конечно скучно. Вот прям чуть-чуть сереньким. Справа и слева очень просто. С парнем можно сделать то же самое. Пройдясь вот так вот в целом по корпусу справа и слева. Готово, движемся дальше и можно вот этот прям кусочек скотча снять и прилепить его наверх, там где у нас бантик. Если нет скотча, конечно делайте, просто очертите себя по линеечке и старайтесь туда не залезать. Уточним форму самого бантика. Лента у нас будет белая с красными полосками, поэтому сначала мы берем серый и немножечко делаем светотени. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот здесь на банту можно наверное только в этом месте сделать. И больше особо не надо. Теперь беремся за красный и вот так будет идти красный цвет. То есть не совсем на крови, а чуть-чуть подальше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 И дальше нам нужно немножечко разнообразить фон. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я буду это делать серым вторым маркером. И просто нарисую какие-то фигурки и закрашу. То есть сделаю такую, сделаю некий фон для всего этого. Аккуратненько теперь обрезаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...